21-летняя бэха семерка в минус 21 пробуем вчера вчера заелась но вчера было теплее где-то 17 было выключим вот так баха семерка классная тачка на заправку сразу ехать солярки мало хотя бы на ровное съехать работает машинка подогрев сидений работает до зима такая неожиданно началась жесткая там несколько дней буквально пишет прогноз и будет опять тепло завелась очень легко и неожиданно перед этим было минус 10 прошлые морозы перед тем как кардан на танковой утонул было и сложнее там аккумулятор может был другой из-за этого да в принципе понятно по сравнению с теми экстремальными температурами там в ютубе я смотрю показывают люди там минус 40 минус 50 минус 54 у нас как для киева то 21 это я вам скажу давно такой температуры не было на очень мало машин заправка пустая 21 говорю за последние годы я не помню то есть они конечно была такая погода но давно уже на афроуд сегодня не поехал из-за отсутствие автомобиля плюс маршрут там такой полевыми лесными дорожками особо смысла не имеет да раньше так машин было в рабочий день как сейчас вот едет давно уже это было ну что поедем сейчас прокатимся в подарнице кому надо ехать поедет в любом случае 21 22 когда-то помню и 30 . было но это уже наверное лет сейчас скажу вам зима очень жесткая была 97 98 там как ноябре выпал снег и так до апреля он был во первых вот так как сегодня вот выглядит ну и морозы были до тридцатки как-то так отложилась память у меня тогда было быха тройка 30 кузов 20 такая подуставшая в плане кузова и и потом поменял на гараж потом продал этот гараж вот несколько лет назад в котором были раскопки там есть есть этот гараж на ю тубе кстати на той троечке отъездили мы на казантипе были в крыму несколько раз до с прицеп дачи ему тяжело и было двухлитровая м20 мотор но она была на украинских номерах на киевских а потом перед этим у меня была литовская то есть я евро бляхер больше чем с 20-летним стажем даже уже почти с 25-летним наверное там была ситуация стада с бляхами не так как сейчас не помню сейчас раз в год кажется надо было выезжать или что-то такое а тогда надо было каждые два месяца я не помню я рассказывал уже эту историю вот эта улица сейчас отвлечемся 23 марта я когда в этом месте еду вспоминаю как тут люди просто не могли проехать я только сюда свернул 2013 год и приходилось их тащить сразу вот напрямую на широкую улицу ялтинскую туда их вытаскивал дальше люди ехали до было время да по поводу литовской поехал я на таможню сделать въезд выезд декларация литовцы мне дали какую-то самодельную не знаю то ли им облом выезжать то ли как-то они заезжали не так но это уже не столь важно декларация ненастоящая типа печать ненастоящая на декларации ну в общем конфисковали троечка там кстати тоже была тоже 320 но состояние ее было хоть она была восемьдесят третьего года состояние было идеально просто из десяти литров в городе она не выходила по расходу хотя тройка на киевской регистрации брала но 11 12 там где-то но состояние двигателя то есть отличалась конкретно до танковая замерзла кардан достать мы не успели так а что у нас тут показывает сейчас ну эти тринадцать с половиной но это неправильно как-то странно работает датчик температуры воздуха вон то занижает то завышает ну как-то по-своему там он работает ну реально сейчас показывает 19 20 на на телефоне ну сейчас мы посмотрим еще градусник на улице есть два даже кэш что манная дымка такая от этого мороза так друзья тут наш магазин все закрыто люди ходят до так когда никого нету люди бегают и хотят что-то купить все выходной в принципе машин в округе хватает но особенно когда такой экстрим всем нужны всем что-то срочно нужно кого фильтр замерз соляркой у кого антифриз у кого омыватель такая ситуация да друзья такой денек веселый короче все бегают дайте топливные фильтры дайте быстрый старт просто какой-то можно вагон было сегодня продать этих позиций и омыватель концентрат потому что у всех замерз припоприхватывала концентраты все там до 20 в основном не концентраты омыватели до 20 все в реальности там пятнари где-то и даже вон багажнике немножко поприхватывала его ну не замерзла но так есть обледенение да давно такой жести не было как-то люди расслабились раньше 20 градусов мороза ничего особенного я так вспоминаю детство ну как ну мороз да ну такого тридцаточка было раньше я же говорю уже повторюсь девяносто седьмой восьмой зима была четкая конечно да были тогда регистраторы на машине еду сейчас вспомнил момент еду белую церковь там есть взлетка перед гребенками и взлетка называется она чистая широкая дорога без без отбойника вот как здесь такой на случай войны там говорят как стратегический аэродром запасной она действительно широкая нет ни деревья по бокам ничего и взлетка почищена но зима очень суровая была снега было болен просто какое-то нереальное количество и на взлетки шевроле люмина меня обгоняет я так аккуратненько он обгоняет тяжелая на переднем приводе хорошо едет и он левым колесом а разделенка просто бруствер из снега и бруствер из бруствера панаметала ну такие полосы снега заметы на украинский мове не знаю как по-русски сказать в общем панаметала переметы правильного это сразу что подмет подмерз немножко переметы и он цепляет перемет левым колесом и ложится на бок просто у меня как ну как на заказ перед перед глазами ух какой красавчик f-150 в общем ложится он на бок вываливается люк стеклянный с крыши там же пластиковый кузов выпадает люк и через него все выходят люди полный людей ну ничего там у одного человека что-то ухо поцарапал на бок легли боком так немножко пролетели на боку в общем вот такая такие воспоминания про те далекие годы зима была конечно жесткая просто ну сейчас снега не очень много но мороз четкий поехали наши там в рейдик в лесными полевыми лесными дорожками ровными а я сейчас на склад заскочу люди позаказывали аккумуляторов кучу все позаканчивалось в общем кому что надо набирайте подъезжайте там вайбере вайбере телефон вайбер в описании канала давайте еще скажу 050-335-0065 звоните если что блин бх-7 идет на взлет называется сейчас приеду покажу полный багажник аккумуляторов просто сколько там штук 25 наверное но это не так много конечно как может я 50 грузил в 34 кузов у меня был когда-то там мы издевались жестко над ним ну нужно было везти не специально так получилось сейчас штук 25 где-то в багажнике нормально дорога ровная вспомнил опять момент как мы с бородачом и валерой и саней когда-то я хотел купить давно запорожец есть это видео на канале ушастый что-то черти где 450 под 500 км от киева за житомиром одежен был где-то далеко в общем очень хмельницкой губернии что ли где-то дальше еще за хмельницкий короче 450 от киева по зиме мы поехали попали в гололед такой жесткий и не купили был бы макс то купили бы я думаю короче лечу 120 зимой надо очень осторожно перестроение делать плавно да красивая погода покататься конечно сегодня можно было неплохо нужно было поработать я предлагал ребятам поехать на горочки ну просто запланировали уже рейд на горбу не б конечно у него поехать в этот рейд но не готов пока все замерзло все холодно немножко при такой зиме движение останавливается в плане ремонта где-то подтекает солярка в бэхе буквально вот начало недавно как раз мороз пошел суровый говорит мороз все занято все забиты все подъемники все чинят блин чувак конечно перестроится как-то так плавно он решил да зад так прижат к земле плотно на бэхе семерке сколько это вес в багажнике сейчас я вам примерно скажу где-то килограмм 450 примерно в багажнике ну 400 железных ну держится крепкие делали машины а еще раньше делали еще крепче это я про 3.4 кузов просто фантастическая BMW так она тогда поменяла рынок в 88 году она вышла уже 124 выпускался много лет но она конечно внесла оживление там по моторам по управляемости круто ехала машина ну и едет тоже да по поводу запорожца за которым ездили за 3.9 земель такое ничего ну состояние было печальное и мы его не купили ну и далеко ехать гололед что-то я хотя бы взяли резину с собой но печка естественно не работала там взяли какие-то обогреватели мы там не помню ну уж ключевое пружины задние были сломаны одна на 3 части одна то ли на 3 то ли на 4 вторая ну короче на 7 частей две пружины с двух пружин 7 получилось кусков это я вспомнил еду подарницы тут у нас немножко дороги похуже зад загружен загружены были тоже плотно мы там резину убрали 4 человека в машине что-то еще там аккумуляторы были загружены тоже в дорогу ну короче такая была история есть это видео на канале едем покупать ретро ЗАЗ или что-то так называется видео осторожно чтобы не выпало главное ничего ну держи крышку вот так нормально загрузились все друзья финиш дня всем помог кому смог я думаю завелись с новыми аккумуляторами все хорошо всем спасибо подписывайтесь делитесь много интересного есть контента у нас на канале заходите включайте сортировочку раздел видео сортировка по популярности и там нормальный экшен есть сегодня просто просто-просто про работу и так заводится БХ-7 и едет до встречи всем